Давайте мы все встанем. Ох, был очень классный обед. Давайте помолимся. Халлелуя! Субтитры создавал DimaTorzok Халлелуя, Господь, благослови это время. Иисус, мы просим Тебя, пускай здесь будет Твое присутствие, пускай здесь будет помазание, освобождение во имя Иисуса Христа. Пускай здесь будет Твоя сила, пускай здесь будет Твой дух, пускай здесь будет Твое помазание во имя Иисуса Христа. Бог, помажь, помажь нас сегодня, сделай нас своими воинами во имя Иисуса Христа. Пускай сюда придет свобода, свобода от всего во имя Иисуса Христа Пускай на этом месте будет разрушен и всякий жертвенник во имя Иисуса Христа Дух религии, дух наркомании, дух табакокурения, дух блуда будет разрушен во имя Иисуса Христа Огонь Божий на тебя, сила Божья на тебя во имя Иисуса Христа Бог, мы просим тебя, возбуди в нас этот дух, дух воинства Господь, благослови нас, сделай нас воинами Пускай у нас будет этот щит веры во имя Иисуса Христа Господь, благослови это время, благослови Господь, мы просим тебя, покрой своим присутствием, покрой своим помазанникам Покрой во имя Иисуса Христа, Господь, благослови это время Чтобы сегодня пришла полная свобода Пускай придет исцеление души во имя Иисуса Христа Пускай сегодня всякое проявление, оно вскроется Пускай сегодня туда будет, придет Дух Святой во имя Иисуса Христа Господь, благослови нас, благослови во имя Иисуса Христа Слава тебе и хвала Аминь! Мне понравилось. Мне понравилось. Мне понравилось. У нас опять изменения в планах. Сейчас разговаривали с пастором Дмитрием, и он сказал, что все-таки у нас мастер-класс после обеда. И поэтому мы немножко еще на вопросы ответим, которые уже есть здесь, да? Ну, может, не на все, а потом будет мастер-класс. А про татуировки будет завтра, потому что завтра Майк опять учит. Хорошо? Ну, давайте еще немножко, да, вопросы. Да, присаживайтесь. 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 Продолжение следует... Давайте вот такой вопрос. 20 лет служу людям в экзорцизме, много поражений в моей семье, 5 лет и пастор церкви. Теперь понимаю, почему враг бил меня и что я сама нуждаюсь в консультировании такого уровня. Так как получить его нереально, а я буду продолжать служить людям и буду обучать людей своей церкви. Прошу вашего совета, как мне максимально обезопасить свою семью, церковь и себя. Когда вы видите замкнутый круг, и вы видите это в истории своей семьи или в своей жизни, когда все идет по кругу. Скорее всего, это работает проклятие в жизни вашей семьи. И нужно узнать, что это. И если это какая-то зависимость, то нужно разрушить проклятие этой зависимости. Молитвой веры. Нищета, зависимость, насилие, какова бы ни была проблема. Преждевременная смерть. И когда вы видите, что это повторяется, то, скорее всего, у врага есть где-то легальное право, законное право. Иногда, может быть, у нас не будет вся информация, но наша воля может потребовать для себя свободу и разрушить эти проклятия. Говорите слово веры и прикажите дьяволу прекратить свою работу. И говорите с верою, что моя семья и мое семя сейчас благословенны. Иисус забрал проклятие, и я стою на этом твердо, я заявляю это с верою, что оно сейчас разрушено. И дальше живите в этой вере. И ходите по вере. Что-то у меня тут все перепуталось. На какие ответили? А, просто убрали. Все, хорошо. А, либо вот сюда можно складывать. Ага. Если человек получил свободу от беса, но легальные права этого беса не выяснялись. Может ли он вернуться и действовать в жизни человека? Нужно ли проводить освобождение еще раз? Хороший вопрос. И вы, наверное, уже заметили, что как Боб Ларсон, пастор Идра, я и люди, которые работают в наших командах, мы все стараемся выяснить законное право, которое есть у дьявола. Как вы видели earlier, once all legal rights are broken, the demon had to leave. И вы видели, что как только были разрушены все законные права, то тогда бесам ничего не остается, кроме как уходить. И мы знаем, что у них дальше нет разрешения, чтобы вернуться. Например, если кто-то все еще держит какую-то ненависть в своем сердце против кого-то, у дьявола или у беса есть законное право остаться. Он за это зацепится. Он не должен уходить в этой ситуации. И вы видели, как, несмотря на то, что какие-то законные права были разрушены, но все еще было что-то, за что держался бес, и он просто знал, что он не должен уходить. Бывают такие обстоятельства, когда я знаю, что бес должен уйти. Например, это происходит, когда есть присутствие Божие, например, во время служений. Наверное, вы все видели в своей жизни такие примеры, когда на служении у кого-то проявлялся бес. Люди подходили к нему, начинали кричать там, изгонять этого беса. Не спрашивая его, а что его вообще привело в эту жизнь, какое право он имел туда зайти. И мы также видели такие случаи, когда, в принципе, видно было, что бес уходил. И тут очень сложно сказать, уходил он или не уходил, но если у него все еще остались законные права, он может либо спрятаться и остаться, либо уйти, но вернуться. Но как проводят освобождение команды Боба Ларсона, мы стараемся быть как хирурги. Потому что мы хотим, чтобы бесы ушли навсегда. Но вы же видели, вот, совершенно недавно, как бесы проявились и не хотели уходить. Но как только были разрушены все законные права, ему пришлось подвиноваться. Им всем, точнее. И они ушли. Обязательно нужно узнавать законные права для того, чтобы защитить себя. Ответил? Ну вот вопрос такой, на ваш взгляд, Эдгар Кейси от кого? Он не знает, кто такой Эдгар Кейси. Начнем с этого. Сложно отвечать на то, что не знаешь. Эдгар Кейси. Вопрос. Когда изгоняют бесов из человека, в конце говорят, идите в бездну. Ну, бездна — это ад, да, вы понимаете? Они уходят туда и не возвращаются, или наоборот? Вот интересный вопрос. Я его не до конца поняла. Или наоборот, это что? Но если законные права разрушены, они не имеют права вернуться. То есть мы об этом говорили уже. Они не могут вернуться, если только человек не даст им еще возможности. Не даст им, ну, к другому. Вы имеете в виду, не возвращаются к этому же человеку, или вообще? Вообще. А. Наша цель — выгнать бесов. И мы знаем, что им не нравится уходить в бездну, в льват. Они боятся этого. Они боятся этого. Потому что там мучения для них приготовлены. Но сказать вам, что я все знаю, я не знаю всего. Живите святой жизнью. Наша цель — просто выгнать их из человека. Я не понимаю всего, но я знаю, что у нас есть победа в Иисусе Христе. Я их раньше отправлял в бездну. И потом было так даже, что в том же самом человеке проявлялся тот же бес. Он не хотел уходить в бездну. И кто будет его винить за это? Но как только они уходят в ад, я не знаю, что происходит потом, честно. Нам нужно придерживаться того, что написано в Писании. Что мы имеем победу во Христе, и у нас есть сила над бесами. Иисус посылал их в свиней, так? Иногда Он просто приказывал им им выйти. Наша цель — выгнать их из человека. И позволить Богу быть Богом. Ну вот, как-то так. Ну вот, как-то так. В общем, вот тут такой вопрос, который мне часто задают в Америке. В Москве есть центры йоги, где нет философии, чакр, ручений. Только упражнения, ничего больше. Можно выполнять просто физические упражнения, как правило, связанные с растяжкой. И я не хочу выступать как законник, но я обычно говорю людям, что люди должны быть осторожны. И лично я бы не пошел туда, и моя жена бы туда не пошла. Нужно кое-что знать о йоге. Обычно преподаватель, или как его там называют, мастер по йоге, он сам практикует это как религию. И если вы попадаете в его класс, то вы встаете под него. То есть, вы должны быть осторожными. Даже несмотря на то, что они не говорят о вот этих чакрах, о индуизме, буддизме, они, когда учатся, чтобы быть мастерами по йоге, их учат этому, они все это проходят, и они вовлечены в это с религиозной точки зрения. Если вам нужна растяжка, уж сами как-нибудь придумайте. Обычно я так рекомендую, говорю людям. Будьте осторожны. Будьте осторожны. Продолжение следует... Я вижу, что люди, у которых есть чувство одиночества, зачастую это чувство связано с отверженностью и брошенностью. И какие бы отношения не были в жизни этого человека, обычно они рушатся. Вы хотите связать отношения с каким-то человеком, но по какой-то причине вы можете подойти к нему только на определенное расстояние. Дальше никак. И враг хочет, чтобы мы были в одиночестве. Когда мы в одиночестве, тогда мы переживаем мучения. Вы видели когда-нибудь, как львы гонятся за зебрами? Лев подбегает к стаду зебр. И он будет искать ту зебру, которая отбилась от стада. И он атакует именно ту зебру, которая не может догнать свое стадо. И одиночество, это еще и бывает родовое проклятие. Это тогда, когда враг пытается изолировать человека, например, от тела Христова. И если вы находите какие-то эти признаки в своей жизни, просто разрушите проклятие одиночества. И часто это связано с тем, что произошло в детстве, когда человека либо оставили, бросили или отвергли. И в этом случае необходимо еще и внутреннее исцеление. Ответил? Еще пару, наверное, да? У некоторых верующих нет памяти. Это проклятие или прогрессирующее заболевание. Иногда это может быть и то, и другое. Люди стареют. Но бывают и другие случаи, как мы видели сегодня, когда враг приходит и начинает, берет наш разум под контроль и как бы стирает эти воспоминания. Бывают такие случаи, когда человек что-то делает часами, но ничего не помнит из-за того, что бес забирает его память. И если вы видите, что это происходит, в общем, нужно это найти и изгнать. Я не знаю, что это происходит. Я не знаю, что это происходит. Но это не в риме. 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 Да, хорошо. Иногда я вижу видение о том, как слуги сатаны проводят служение. Приходят к жертвеннику, приносят жертвы. Вижу их лица, нечеловеческие обличия. Знаю, где находится это место. Что мне с этим делать? Моя рекомендация — получить внутреннее исцеление и освобождение. Когда Бог дает нам видение, обычно Он дает ответ, то есть по какой причине Он показывает нам это. И ты понимаешь, почему это было дано. Это место. Моя рекомендация. Моя рекомендация. Моя рекомендация. Моя рекомендация. Такой вопрос. Пастор, что делать, если я практиковала такие полеты? Ну, это астро... Вот это, да, о чем мы говорили. Проекция. Во время сна, чтобы узнать о новой церкви Дети Света. Глава, который называет себя Святой Дух Софии. В общем, тот, кто написал этот вопрос, нуждается в освобождении. И это реально, это серьезно. Ваша жизнь в большой опасности. Но я рад, что вы здесь. Потому что есть надежда. Ваша жизнь. Ваша жизнь. В общем, такой вопрос, но тут мы не совсем его поняли. Можно ли изгнать дух извращения из человека, если он стал почти его сущностью? Этот человек был верующим. В смысле стал почти его сущностью? Ну, во-первых, этот человек сам должен захотеть, чтобы ему помогли. Ну, на самом деле, возможно изгнать этого беса, но человек должен захотеть. Когда бес внутри или прикреплен, может ли он слышать мысли? Бесы что стараются сделать? Они стараются манипулировать мыслями. Они стараются подвергнуть вас к действиям. Но я не верю, что они могут читать мысли. Ну, как бы слышите. Потому что есть определенные границы, которые они не могут пересекать. Помните, в Писании, когда Петр пришел к Иисусу? И он сказал Иисусу, что ему не надо идти на крест. Иисус посмотрел на Петра и сказал, отойди от меня, Сатана. То есть Петр сказал эту мысль, он ее произнес, озвучил, но мысль была не его. У врага есть сила вкладывать мысли. Но мы должны отвечать в послушании, то есть мы должны их пленять. Именно поэтому написано, что мы должны пленять всякое помышление в послушании Христу. Ответил, да? Да. Были ли в Вашей практике случаи, когда в человеке не было бессмыска? Или был один, и требовалось ли просто исцеление души? В июне я был на одном собрании. И пока я был на сцене, Бог показал мне видение об одной девочке. Я увидел девочку, которая лежит у себя дома на кровати, вся такая, ну как она, скрюченная, что ли. И Бог показал мне это видение. Девочка была в страхе. Она была напугана, потому что в дом вошел отец. И вдруг, на последних рядах, Женщина лет сорока начала плакать на взрыд. Это была она, когда она была маленькой. И я, занимаясь освобождением, думаю, ну, наверное, это будет интересный случай. Она подходит, и я начинаю ей служить, начинаю с ней говорить. Я провожу ее через внутреннее исцеление. Прошу ее простить отца за все, что он сделал с ней. За все, что он сделал с ней. Она простила его. И как только она это сделала, огромная радость сошла в ее сердце. Иисус пришел туда, где была боль, и исцелил ее. И потом я продолжил то, что мы обычно делаем. Ну, то, что вы видели. Я стал приказывать Духу посмотреть, подняться и посмотреть. Ничего не происходило. Я спросила ее, как ты себя чувствуешь? Я это постоянно спрашиваю. Она говорит, меня переполняет радость. Я сказал, хорошо. Давай возрадуемся. Иногда людям нужно просто внутреннее исцеление. Бес не стоит за всем. То есть дьявол не за всем стоит. Поэтому всегда нужно быть очень осторожным. Иметь развлечения. Люди — это люди. Люди — это люди. Люди — это люди.